Вот у нас рояль. Замечательный рояль шикарный. Стоял в одной из гостиниц нашего города Симферополя. На этом рояле, на этих косточках, играли пальцы Сергея Прокофьева. Была высказана идея сочинить музыку к 10-летию событий 14-го года, которое мы все помним, которое называлось «Крымская весна». Над этим роялем витала эта мысль. И она, в конце концов, реализовалась в то, что называется «Камерная симфония». Наша трехчастная камерная симфония для струнного оркестра, она весьма интересна и концептуальна, потому как она вбирает в себя вот этот язык, который все как ткань драматургии, все это сплело воедино и создала вот именно такую интереснейшую концепцию, как рассказ, рассказ о тех событиях, которые происходили именно перед нашими глазами. Дело в том, что в теории музыки каждая нота имеет буквенное обозначение. Получилось так, что слово «навсегда», оно все складывается из буквенных обозначений разных звуков. Вот это у нас буква «Аш», русская «Н». Это у нас «А». «На». Это у нас «Б», русская «В». И так далее. «Навсегда», пожалуйста. Вот это я вам сыграл это слово. Этих букв недостаточно для темы. Попытался поначалу все построить на них, понял, что их не хватает. Тогда я вспомнил, что есть еще «Весна», это тоже подарок судьбы, потому что оно тоже складывается из буквенных обозначений нот. «Весна». Но этого тоже не хватило. Нужен был конец. И вот этот вот конец. И когда этот конец нашел, я понял, все, симфония будет. И симфония – это всегда некоторый пейзаж, а для пейзажа, естественно, рама нужна. Для рамы нужна отдельная тема. И так у меня появилась тема, которая уже не имеет отношения ни к каким буквам. Тема России. Вот я ее сейчас вам попытаюсь тоже показать. Субтитры создавал DimaTorzok Ведь в съемках камерных концертов очень важно, чтобы визуальное повествование дополняло музыкальное. Поэтому перед нами стояла задача подобрать локации, которые символизировали бы вид нового современного Крыма, у которого есть светлое и перспективное будущее. Таким образом, было принято решение выбрать три ключевых объекта. Это федеральная трасса Таврида, пещера Таврида и фестивальная площадка арт-кластера Таврида. Эти объекты символизируют историческую связь Таврического полуострова со светлым будущим в Республике Крым. Когда я первый раз увидел партитуру, ну, были сомнения. Первое впечатление от нот – очень много нот. Действительно. И когда я стал ее изучать более подробно, то оказалось, что язык очень интересен. Он, во-первых, невероятно саркастичен. Он невероятно глубок по тематике. Он настолько актуален и отражает именно действительность, что после этого сразу же все технические именно сложности отошли на второй план. Пришла идея. Создать из этой всей красоты звуков вот эту вот гармонию, вот это действительно было, наверное, самым непростым занятием, потому как, во-первых, интонация, во-вторых, ансамбль, конечно же, ритм. Вот за этим пришлось последить, и мы старались. Причем у нас не с первого раза получилась запись. Первый раз делали. Не все удалось, потому как время, как всегда, сжато. Но благодаря тому, что у нас был запас, мы успели подготовиться. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Добро пожаловать на наш канал!